Летние каникулы для многих детей неразделимо связаны с поездкой в пионерский лагерь. Это настоящее приключение, в котором можно найти новых друзей и проявить личностные качества. Ребята из Нефтегорского района в летние лагеря направляют специалисты Центра социальной помощи семье и детям. Сейчас формируют уже третий заезд. В его составе поедет и школьник из Нефтегорска Данил Семенов. Я еду уже второй раз в лагерь. Называется «Юный строитель». Мне кажется, там будет интересно. Игры будут проводить. Также вместе будем с друзьями в одной комнате жить. С нами будут играть, также игры проводить. Мне нравится, потому что там весело. Можно с друзьями познакомиться. Отдых и оздоровление детей – одно из главных направлений работы Центра. Специалисты занимаются с малообеспеченными семьями, а также с теми, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Их задача – помочь им провести работу с детьми и их родителями. На сегодняшний день у нас уже с января месяца мы занимаемся не только летним отдыхом, а у нас еще и санаторное лечение предусмотрено. То есть на сегодняшний день 225 детей уже у нас отдохнуло на первые полугодия в санаториях и лагерях Самарской области. Это все ребята из Нефтекурского района? С нашего района, да. Деткам нравится отдых. И дети из малообеспеченных семей, из приемных, с опекаемых семей. То есть туда поедут у нас организованы. Да, это бесплатные путевки для детей. Центр «Семья» активно работает с приемными семьями. Приглашают их на личные беседы и выезжают к ним на дом сами. Вера Данилова стала приемной мамой в 2005 году. А познакомилась с сотрудниками центра еще задолго до этого, когда только решилась на отважный шаг. С тех пор она здесь частый гость. А специалисты центра для нее большие помощники в плане воспитания детей. С нами работает и психолог. Только если что-то мне нужно будет, например, сейчас возраст такой подрастающий, может быть, как бы сказать, нужна будет какая-то помощь. Вот, ну, нас не оставляют в беде. Вот, находим контакты и с Надеждой Петровной, и с Надеждой Витальевной. Приходим сюда, работаем с детьми. Может, какие-то проблемы у меня тоже появляются. Я прихожу одна, беседую, мне специалисты помогают. То есть они вас не оставляют? Нет, да. Ну, были такие случаи, которые, например, если вот что-то у нас там созревало дома, неоднократно такое было, я звонила, они приходили сами. Там четыре комнаты. Одна для родителей, другая для детей. Так, а детей сколько должно быть в этом доме, как ты думаешь? Трое. Сегодня Саша проходит новое занятие с психологом. Она рисует дом своей мечты и рассказывает, каким видит его снаружи и внутри. В подростковом периоде особенно важна поддержка со стороны, чтобы понять своего ребенка и преодолеть трудные ситуации. Именно за такую помощью к специалистам центра обращаются приемные родители. Пока дети маленькие, как правило, проблем особых нет. Ну, если только ребенок нездоров, тогда возникают проблемы. Самые большие трудности начинаются в период подросткового возраста. У кого-то это проходит более легко, у кого-то яркий такой подростковый кризис проявляется. И в это время и сами родители обращаются к нам, и подростки, поскольку очень часто бывают конфликты. Дети взрослеют они уже. Хотят, чтобы признали их право на самостоятельные решения. Мы ведем все эти семьи, мы работаем с этими семьями. Они находятся у нас на сопровождении. В Нефтегорском районе насчитывается 50 таких семей, и в них проживает больше 70 приемных детей. Все они находятся под патронажем Надежды Киргизовой. Она работает в этом центре с 2009 года. Эта женщина сопровождает приемных родителей на всем их нелегком пути. От момента принятия решения до создания семьи и воспитания детей. Высокоорганизованный человек, в ее обязанности как раз ходит в сопровождении приемных семей, находит интересные подходы, решения проблем. Также ведет клуб для замещающих родителей. И те родители, которые у нас не все же не в Тегорске, некоторые родители, они проживают в сельских поселениях нашего района. То есть даже выезжают в эти поселения и проводят там эти клубы. Плюс подготавливают родители, которые хотят стать приемными. То есть такие школы тоже существуют. Надежда Киргизова родом из Шанталинского района Самарской области. Она росла в многодетной семье, где воспитывался приемный ребенок. И все принимали его как родного. Скорее всего, с тех пор в этой женщине зародилась любовь к детям. Она окончила Куйбышевский педагогический институт и больше 15 лет работала учителем математики в школе. Сегодня Надежда Витальевна видит свое призвание в детях. Она хорошо знает каждую приемную семью в Нефтегорском районе и старается быть всегда рядом. Мне эта работа очень нравится. Во-первых, это именно какую-то помощь я могу дать тем родителям, которые воспитывают детей. Именно то, что вы проговорили, что у нас в семье воспитывался, именно вот этот ребенок, который был без родителей, которого мы приняли как родного брата. И вот это в своей ситуации, естественно, я проговариваю во время консультации, патронажей, да, когда ребенок именно чувствует, когда его принимает семья или не принимает. То есть он не должен чувствовать, что он родной или неродной. И именно в семьях, когда ребенка принимают как родного, в основном конфликтах не бывает родительских детских. А когда ребенок чувствует, что его как бы взяли и делят на своих и приемных, то начинаются проблемы в семьях между родителями и родными детьми там и приемными. Мы ежеквартально встречаемся, то есть у нас плановые выезды в семьи, чтобы посмотреть, пообщаться с детьми, есть ли проблемы у родителей, у детей. То есть мы созваниваемся. Иногда бывают случаи, то есть не по плану, то есть там конфликт какой-то произошел, родители сами звонят, потому что я уже в этом направлении работаю с седьмой год. Именно как бы уже стали родными с родителями мы. Частый гость в каждой приемной семье. Надежда Виталевна дружит с детьми. С ними она находит общий язык. И несмотря на любые трудности, всегда сохраняет спокойствие. Такой ее знают жители Нефтегорского района. За это ее уважают и чтят. В каждой приемной семье есть номер телефона Надежды Витальевны. Она ждет звонка в любое время и спешит на помощь. Я бы ее хотела характеризовать, что мне в ней больше всего нравится. Это ее оптимизм, это ее энергия, вот жизнерадостность. Когда работали мы вместе в школе, очень многое, как говорится, зависело вот именно от ее энергии. Очень любит детей. С ними находит, с любым ребенком, насколько бы он был неуправляемым, она находит общий язык. К ней дети очень тянулись. Вот мои дети учились у нее. И вот до сих пор они помнят ее, знают. И всегда все воспоминания только хорошие. Никогда она не закричит, даже не на уроке. Насколько есть такие дети, которые могут вывести на ровном месте человека. Она никогда всегда сдержанная, всегда держит себя в руках, как бы там ни было. Надежда Киргизова имеет почетную грамоту Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области. Она является номинантом областной общественной акции «Народное признание». Жители Нефтегорского района знают ее не только по работе с приемными семьями. Это творческий, духовный человек. Патриот своей страны и малой родины. Она чтит традиции своего народа и прославляет их на благо будущих поколений. Надежда Витальевна Киргизова у нас является председателем Чувашеского центра «Шандик», который открылся в 2009 году. Общим собранием коллектива ее выбрали председателю не просто так, и коллектив ее очень уважает, за ней тянутся, она является лидером. То есть она как бы собрала вокальную группу, они очень часто везде выступают, очень много дипломов, очень много наград у них. Они много выступают в Нефтегорском районе и по Самарской области, выезжая даже за ее пределы. Поют песни на родном чувашском языке, прославляя в них любовь к родной земле и малой родине. «Шандик» – такое название носит этот коллектив, что в переводе с чувашского языка означает «надежда». «Та ван гильдень, таван гильдень, таван гильдень, таван гильдень, хак лызюк, хак лызюк, зер зин день». Так, это песня о родных, что есть на свете такие места, где нас всегда любят, где нас всегда ждут. Поэтому я часто вспоминаю свою деревню, где я родилась. И вот эта песня, когда мы стали изучать слова этой песни, у нас у всех были слезы на глазах. Любовь к жизни и к людям помогает ей совмещать сразу два любимых дела. Находить время на работу и творчество. Способствовать воспитанию подрастающего поколения, укреплению института семьи и возрождению национальных традиций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова